Всем привет! Добро пожаловать на канал Папа в Блум. Меня зовут Майя и сегодня я покажу гурманские ароматы из моего парфюмерного гардероба. Готовы? Тогда полетели! Сегодня на повестке дня 20 ароматов, поэтому усаживайтесь поудобнее, будет очень интересно. А прежде чем мы приступим к обзору, я бы хотела поблагодарить вас за такой приятный отклик под моим видео-визиткой. Слушайте, я, конечно, знала, что будет обратная связь, но что я получу такой поток добра и позитива в ответ на свою искренность, я даже предположить не могла. Спасибо вам большое, мне безумно приятно. И если вы еще не видели мою визитку, но хотели бы познакомиться со мной вне контекста данного парфюмерного канала, ссылку на это видео я прикрепляю в описании. Проходите и давайте знакомиться. А сегодня, как я уже сказала, я буду показывать гурманские ароматы из моего гардероба и начать свой обзор хочу с парфюмов, которые откровенно сладкие по своему звучанию и, возможно, даже не всегда в положительном ключе являются такими откровенными представителями данного направления. И первым ароматом, который я показываю, будет аромат под названием Lira от брендаx «Ржовка Самрари». Ох, если вы не любите сладенькое, если у вас сложные отношения с тягучей карамелью, вот в том представлении, которое вы сейчас имеете, проходите мимо. Это, конечно, не банальная сладость, потому что здесь аромат стартует таким сочным красным сицилийским апельсином, что позволяет все-таки не уставать от такого назойливого карамельного звучания. Однако, далеко не всем он будет по зубам. Сразу скажу, я люблю его носить в холодное время года, зимой звучит он очень уместно, но, опять-таки, не для всех. Для кого я бы посоветовала следующий аромат? Для тех, кого смущает стойкость предыдущего, но все-таки хочется чего-то сладенького. И это аромат от бренда Van Cleef & Arpels, который называется «Ох, киде ваниль». И это ванильная орхидея. Так как он называется, так он, в принципе, и звучит. О чем этот парфюм? На тему ванили в сочетании с шоколадом и как будто такими легкими отголосками парфюмерной орхидеи. Интересно, сладко, понятно, не надоедает. Почему? Потому что слетает он с моей кожи где-то часов после трех, что хорошо, потому что все-таки иногда подобные ароматы имеют свойство утомлять. Мне он нравится. Правда, нравится. Это очень интересный аромат в своей категории и звучащий достаточно приятно, не раздражающе, скажем так. Дальше переходим. Следующий аромат. Наверное, с ним у меня самые сложные отношения из всех представленных. К моему собственному сожалению, это аромат от бренда Comduar Suite Pacific, который называется Matin Calin. И к моему сожалению, мне он очень нравится. Из пульвика, но когда я его наношу на кожу, я от него очень быстро устаю. О чем это аромат? Это аромат на тему сладкой рисовой каши, в которую вы добавили сгущенное молоко. Вот как я сказала, так и пахнет. Очень уютно, очень ласково, очень даже наивно и по-детски. Уносит нас в воспоминания из тех лет, когда нам сонным ставили перед носом кашу по утрам, и мы ее ели в полу таком бессознательном состоянии. Это он. Очень ностальгический аромат, но я не могу его полюбить, к сожалению, к сожалению. Так что если вы искали что-то подобное, я вам показываю, но имейте в виду, очень сладко, прям очень. И еще один аромат на тему такой прямолинейной гурманики, это аромат от бренда Bottega Profumiera, который называется Gourmand. Вот такой малыш, я его заказывала в прошлом году, когда у меня была волна исследователя данного бренда. Я заказала все ароматы, так и не сняла обзор, потому что не была уверена, нужно ли в принципе, интересно ли вам. Напишите в комментариях, если интересно. Так вот этот аромат, я не могу сказать, что он мне понравился больше остальных, нет. Но это такой уверенный представитель данного направления в парфюмерии. Все самое лучшее, что вы можете представить, здесь объединилось кокос, ириски, карамель, ваниль, немного цветочные ноты, но сладкий, сладкий, понятный аромат, который, я не могу сказать, что он меня цепляет больше, чем, например, Lyra, как я уже сказала, там хотя бы более интересное звучание. Здесь все гораздо более понятно, но вы знаете, я знаю, что есть любители и подобных, поэтому я не могу не показать и не включить данный парфюм в этот обзор. Переходим дальше, и сейчас, наверное, будет момент признания, прежде чем я покажу ароматы из следующей условной подкатегории. Если выбирать сладкое, и мне будет интересно узнать у вас, что вы любите, потому что, раз уж мы говорим здесь о подобном, давайте поговорим. Я отношусь достаточно равнодушно к шоколаду, конфеткам, мне как-то к кремовым пирожным, к тортикам, я очень спокойно отношусь, но выпечка, сдоба, булочки, слоечки, хлеб свежеиспеченный, это моя слабость. И, к сожалению, конечно, с годами приходится сокращать потребление подобного, потому что, сами знаем почему, как бы фигура не прощает таких слабостей. Я была очень рада, когда обнаружила для себя ароматы подобного направления в парфюмерии, потому что хочешь булочку, нанес на себя парфюмчик. Прекрасно, все, немножко перехотелось. Так вот, первым ароматом, конечно, конечно, будет аромат от бренда C'Archeletaus, который называется Je d'Epo. Как вы уже догадались, наверное, пахнет он свежеиспеченным теплым багетом, смазанным сливочным маслом и будто бы немного добавлено абрикосового варенья. Но варенье там где-то очень далеко. Основа это, конечно, вот выпечка, очень такая прямолинейная. Сразу вы ее узнаете, у меня даже слюни выделяются, когда я наношу его на себя. Вот настолько аппетитно он для меня звучит. Классный. Я не могу относиться к нему объективно, знаю, что, может быть, он, конечно, далеко не всем понравится, но это просто любовь. Любовь в нерациональных пояснениях. Она такая. И еще один аромат, который, я думаю, понравится большему количеству людей, но принадлежит к тому же направлению. Это аромат от бренда Carnar Barcelona, который называется Rima Eleven. И это тоже аромат на тему булочек с корицей, но все-таки в парфюмерном исполнении. Это более спокойный, более сглаженный, более сбалансированный аромат, который, знаете, звучит лично для меня, как вот по-английски говорят your skin but better. Вот как ваша кожа, но лучше. Вот как будто бы вы, возможно, пекли какие-то вкусные пирожные сегодня утром, а потом нанесли на себя какой-то парфюм, и вот так от вас теперь пахнет. Нераздражающе, очень женственно, очень тепло, очень уютно по своему ощущению, но без напора, без криков. Вот именно так он звучит. И мне кажется, что он понравится прям очень многим, поэтому если есть возможность познакомиться с ним, пожалуйста, познакомьтесь. И еще один аромат, который я тоже очень люблю. Как вы поняли, я, в принципе, люблю выпечку, поэтому не любить и данный парфюм я тоже не могу. Однако, вынуждена признать, произнести его название я не решусь. Поэтому назову бренд и назову перевод. А, собственно, название напишу в описании к видео. Уж, простите, даже и такие случаи бывают со мной. Называется он «Танец стрекоз» и бренд «Нобеле 1942». И это аромат на тему свежего, теплого, яблочного штруделя, где на тарелочку с выпечкой вы положили ложечку ванильного мороженого. Вот именно так он и звучит. Ровно так, как я описала. Очень женственный, я бы даже сказала, подевичий наивный аромат. Позитивный аромат хорошего настроения и легкости, вот в моем представлении. Классный, правда классный. Я разделяю восторженные отзывы вокруг этого парфюма, подписываюсь и прям с большим удовольствием показываю вам. Следующий аромат будет люксовый представитель от бренда Maison Acom, который называется «Уд Букей». И здесь аромат на тему классического сочетания розы с удом. Но, но, конечно, здесь будет но, потому что розы с удом, наверное, все-таки не звучат так сладко, как следовало ожидать. Здесь также имеется в пирамиде нота пралине. И за счет этой ноты, конечно, он безумно заслащивается. И дружба с ним по этой причине может сложиться далеко не у всех, но у меня сложилось. Заговариваюсь, извините. Сложилось. Я ношу его с удовольствием в холодное время года. В мороз он звучит просто головокружительно. Стойкость, конечно, у него выше среднего, намного выше среднего. Я уже говорила о нем в своих предыдущих видео, поэтому будьте осторожны. Преступник вооружен, как вы можете понимать. Главное не переборщить. Вот если его нанести в меру, это прям очень красиво. Прям очень красиво. И следующий аромат, который теперь я даже немного жалею, что взяла в таком маленьком флаконе, потому что разносила несколько раз и поняла, что как же он все-таки мил и хорош. И это аромат от бренда Lele Talenteco, который так и называется. Lele Talenteco. Eau de Parfum. Классика, насколько я понимаю, у меня в старой формулировке. Взяла себе 30 мл и недавно показывала в своей распаковке его. Как же он меня приятно удивил. Слушайте, сочетание ноты лакрицы с таким вишневым ликером и сладкими такими гурманскими нотами это нечто головокружительное. Я абсолютно ничего не ожидала от данного аромата. Но как же я была приятно удивлена. И теперь прям с большим удовольствием, но немного грустью показываю вам, потому что начинаю сомневаться, хватит ли мне того, что я имею сейчас, для того, чтобы насладиться этим ароматом по полной. Так, дальше переходим. Вот такой вот у меня пришелец. Это аромат, который называется Allian Essence Absolue от бренда и здесь можно далеко не ходить. Тот самый пришелец, головокружительный жасмин, космический, красивенный, женственный, но не такой напористый, как оригинальный аромат, потому что здесь гораздо больше амбры и очень много ванили. И это вот такое впечатление, что классический пришелец немного успокоился, решил не идти на вечеринку сегодня, где он будет покорять всех, кого видит, а остался дома, укрылся пледом и решил попить чаек с печеньками. Вот приблизительно так узнаваемо все-таки. По-эллиновски он пахнет, но гораздо более уютно, мягко и сладко. Дальше переходим. Следующим парфюмом будет вот такой тревел от бренда Maison Martin Margiela, который называется By the Fireplace. И это, конечно, бесспорный бестселлер на американском и канадском рынке. Самый, наверное, любимый аромат у этого бренда. И когда я его только купила себе вот в такой миниатюре, я, конечно, тоже запала, прям очень понравился. Практически сразу хотела побежать покупать полный флакон, но решила разносить и подумать, как хорошо, что я это сделала. Потому что в какой-то момент в прошлом году я взяла вот этот тревел с собой в поездку в горы, и там я его переела. Это классный аромат на тему такого сладкого поджаренного маршмеллоу, жареных каштанов и немного дымный такой, вот будто ты правда сидишь у камина. Очень-очень атмосферный, красивый. Я понимаю, почему его любят, но вот когда его переедаешь, за ним не тянется рука. Наверное, так случается практически совсем в нашей жизни. Нужно все-таки соблюдать меру. Я немножко переборщила, поэтому пока приостановилась и не так часто за ним тянусь. Однако показываю вам, потому что все-таки считаю, что это достойный представитель гурманского направления. И еще один аромат с нотой жареных каштанов, который где-то внутри, наверное, все-таки закрыл гештальт на данную тему. Это аромат от бренда L'Artisan Parfumeur, который называется Noir Exquis. И здесь те самые жареные каштаны, которые присутствуют в предыдущем аромате, однако без дымных нот, естественно, и более ладно скроенный аромат, что ли, сам по себе. Все-таки чувствуется французская школа, чувствуется сборка бренда L'Artisan Parfumeur. Здесь жареные каштаны в сочетании с такими ванильно-кофейными нотами. Очень благородно звучащий аромат, который мне лично напоминает осень в Париже. Вот я себе прям четко представляю картинку, где, возможно, уличный музыкант, кофейня, где ты сидишь, ешь какой-то классный десерт, вокруг листва желтая на деревьях и просто расслабленная атмосфера, никто никуда не спешит. Вот такой гедонизм в лучших его проявлениях. Поэтому, ох, мне так снова грустно стало, что мы сейчас не можем путешествовать. У меня, конечно, своя тема на этот счет. И еще один аромат, который я хотела бы вам показать из такого откровенно все-таки шоколадно-десертного звучания. Это аромат от бренда L'Artisan Parfumur, который называется 1969. И здесь, к моему большому удивлению, сочетание шоколада с кардамоном, со специями, с розой делают просто такую интересную композицию, что я в последний раз, когда взяла этот аромат с собой в поездку, получила на него три или четыре комплимента от разных людей. Вот вы знаете, обычно такого не случается ни с одним, наверное, из моих гурманских ароматов, честно скажу. Я как-то не особо и ориентируюсь на комплименты, но здесь прям люди с ума сходили. Он как-то очень интересно раскрывался и на улице. Когда я заходила в помещение, снимала с себя одежду, он согревался снова на коже и звучал просто-просто красиво. Поэтому, если у вас будет возможность купить себе вот такой тревел, чтобы познакомиться с ним, познакомьтесь, потому что это нетривиальная гурманика, которая мне очень нравится. Следующий аромат. Давайте будет вот этот. Сейчас будет смертельный номер. Аромат от бренда Etat Libre d'Orange, который называется Fils de Dieu, du riz et des agrumes. Ох, выговорила. Так вот, это аромат нюдовый на тему рисовой пудры, именно рисовой пудры, потому что он все-таки пудровый, в сочетании с такими легкими цитрусовыми нотами. Там, конечно, присутствуют и другие компоненты и ноты в аромате, но вот именно так он для меня звучит. Очень нейтрально, очень красиво, очень понятно, я бы даже сказала. Но правда, правда не избито, нетривиально. Если вы ищете аромат на каждый день, который будет вас интриговать, радовать, это он. Прям посмотрите в его сторону. И следующий аромат, который тоже я условно причисляю к такой интеллектуальной гурманике, как и предыдущий, это аромат от бренда Ах-Желетанс, который называется Баб-Тем-Ди-Фе. Тоже у многих сложные отношения с ним, у меня. Я не могу сказать, что любовь-любовь как Же-де-По, там, конечно, другая история. Здесь аромат на тему рождественской ярмарки, на тему глинтвейна, специй, возможно, взрывов хлопушек, поэтому слышен такой немного будто бы порох где-то вдалеке. Аромат радости, аромат детского восторга, предвкушения праздника. Очень-очень правильно подобран цвет для жидкости. Классный. Я, честно говоря, каюсь по какой-то неведомой причине. Совершенно забыла включить его и в свое видео о любимых зимних ароматах, и о любимых ароматах праздничного настроения. Так сложилось. Показываю сейчас и с большим удовольствием напоминаю тем из вас, у кого он есть, что пока еще все-таки можно его на себя наносить. Хотя, я так скажу, конечно, больше за ним тянется рука именно в период новогодних праздников. И еще один аромат, который мне тоже безумно нравится, это аромат от бренда Carnar Barcelona, который называется Palo Santo. Сейчас, конечно, прозвучит очень странное описание, но именно так я слышу этот парфюм, чувствую, ощущаю этот парфюм. И это запах вареной сгущенки, такой же достаточно карамелизированный, будто бы взяли ложку этой сгущенки вареной и размазали по свежему спилу дерева. Вот так он пахнет для меня. Странно, я не спорю, но очень оптимистично, очень интересно, очень уютно. И я прям, наверное, могу сказать смело, что из пяти ароматов этого бренда, кстати, если вам интересно узнать мое мнение об этих пяти, напишите в комментариях, я сниму обзор. Так вот, из этих пяти ароматов, которые у меня есть в парфюмерном гардеробе, это, наверное, мой самый любимый, прям честно, положа руку на сердце. Классный. И последний аромат из данной категории, это аромат, с которым у меня тоже не совсем простые отношения, но я признаю красоту этой композиции. Это аромат от Брендежи Монщи, который называется Анжу и Демон. Репах флан, классическая версия. Это ванильный аромат на тему печенюшек, выпечки, снова-таки сдобы, но за счет плотской животной такой, злостной лилии, которая здесь присутствует, он не становится добрым. Он как будто бы такой себе агрессивная гурманика, вот так бы я назвала. И я не часто бываю в подобном расположении духа, однако бывают дни, когда мне хочется его на себя нанести, и когда у нас совпадает настроение, это просто тандем еще тот, прям команда-команда. И последнее направление, которое я сегодня покажу, это ароматы условно-сухофруктово-восточного направления, которых у меня три, так что закругляемся, заканчиваем. Первым из них будет аромат от бренда The House of Oud, который называется Date's Delight. И вот так выглядит флакон. Произведение искусства, просто тяжеленная крышка, потрясающей красоты, просто яички, которые они делают. Это единственный аромат от этого бренда, который у меня есть. И это аромат на тему фиников, причем таких сладких, медовых, восточных фиников, возможно, немного с сочетанием специй. Прекрасный, роскошный аромат, я его обожаю носить зимой, прям обожаю. Никогда он меня не подводит, не разочаровывает. Я каждый раз, когда его на себя наношу, прям получаю искреннее удовольствие. Ни одна нота не выпирает, не раздражает. Вот прям супер, правда говорю. Так что, если вам давно хотелось нечто гурманское вот в таком восточном исполнении, вам нравится запах фиников и флакон, ну, сами понимаете, это знак судьбы. Еще один аромат похожего направления, достаточно схожий, звучащий, но все-таки немного другой. Это аромат от бренда Berthoud, который называется Masai Mara. Вот так выглядит флакон. Не часто я вижу ароматы этого бренда на просторах русскоговорящего парфьютьюба, но с большим удовольствием показываю вам этот флакон. Это аромат на тему сухофруктов, сливы, специи, корицы. Очень такой сладкий, оптимистичный, заигрывающий с тобой. Правда, правда, очень хорошо повышает настроение в дни, когда хочется чего-то сладенького, но такого, чтобы оно все-таки тебя не просто погружало в такую карамельную зависимость, где ты уже как бы и сам себе не рад, что съел это сладкое. Здесь вот гурманика здорового человека в лучшем его проявлении. Поэтому классный, показываю еще один вам. И последний флакон на сегодня – это аромат, который я для себя условно определяю как анималистичная гурманика. Не удивляйтесь, но именно он прям вызывает у меня, наверное, самый большой детский восторг, честно говорю. Это аромат от бренда Zoologist, который называется Camel. Верблюд. Ну, как еще мог бы пахнуть верблюд? Конечно, это аромат на тему специй, причем и фиников, и сухофруктов, и каких-то медовых, возможно, нот. И даже немного, ну, очень специевый, очень насыщенный аромат, конечно, это концентрация. Экстральдю парфам, которая одного пшика вам будет достаточно. Но это такое впечатление, что ты, нанося этот аромат на себя, оказываешься не просто на восточном базаре, где это все продается, а ты будто бы сидишь на верблюде верхом, который перевозит эти все прекрасные специи, сухофрукты и прочие сладости. Вот именно так он и пахнет. За счет этой животной нотки, присутствующей здесь, он становится таким интересным. Вот совершенно не банальный аромат, который прям очень радует меня. Все, наконец-то отстрелялось. Теперь задание за вами. Если вам понравилось мое видео сегодняшнее, напишите, пожалуйста, какие ароматы из представленных есть у вас, нравятся ли они вам или нет. Возможно, у вас есть какие-то свои фавориты среди гурманского направления. Поделитесь, пожалуйста, со мной, я всегда рада. И, в принципе, не пропадайте, оставайтесь на связи. А я скоро снова появлюсь в эфире. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok